Всем доброе утро! 22 февраля. Солнышко встало, доброе утро, пусть день будет добрым. Я жарю яичницу, сейчас будем завтракать. Идет мелкий снежок, который не видно так, но вот в луче солнца его видно, не знаю, будет видно его. Он так красиво сверкает на солнышке, мелкий-мелкий. А там, где солнце нет лучей, то его и не видно. Как блестящий такой дождик идет мелкий. Красиво очень. Пришли в Перовский парк прогуляться. Солнечный морозный день. Минус 14 у нас сегодня. Мороз здесь, как будто январь пришел к нам. Снова зима и такая серьезная мороз. Щеки морозит. Дорожки все беленькие. Руки мерзнут. Небо какое голубое. Снежок скрипит под ногами. Гуляем по парку. Когда-то здесь песни пели. А сейчас морозец. Сейчас только зимний можно петь. Люди там спортом занимаются. Ой, мороз, мороз. Ой, мороз, мороз. Не морозь меня. Не морозь меня. Моего коня. Такие сейчас надо песни петь. У меня из дома, кажется, на улице солнышко, тепло. А там морозец. Розочка. Окна в доме напротив светится, словно несколько солнц. Так блестит из них солнышко. Это яркое солнце напомнило мне наш старый дом в Вильинском. Когда вспоминаешь детство, кажется всегда там солнце. И солнце такое яркое. Оно отражается в стеклах. Кажется, там всегда лето. Всегда солнце. Несуществующий дом. Несуществующий сон. Просто закрыла глаза. В детстве своем оказалось. Там солнце слепит глаза. Зажмурить и станет легче. Окна светятся, как образа. И на крыше труба от печки. На высокую лягу кровать. На стене коврик с мишками вечный. Буду дедушку с бабушкой ждать. И усну сладким сном беспечным. В детстве мы часто с братом там играли. В этом нашем старом доме. Наш старый дом. Ты будешь вечно. С любовью памяти храним. Два этажа. На каждом печка. И огород большой за ним. Широкий двор. И пес приличный. Он различал людей отлично. Своих любил. Хвостом вилял. Чужих облаев прогонял. В синях и солнечно, и чисто. Лишь под пол скрипел там иногда. Над лестницей ведущей вниз. Неравный брак висел всегда. Любили с братом мы чулани. Играть. Все строили свой дом. Лучи сквозь щели проникали. И пыль стояла там столбом. Сундук старинный открывали. И вещи старые трясли. Подушку, помню, там с цветами. С искусной вышивкой нашли. Быть может, бабушкина мама Ее когда-то вышивала. Рассказывали мастерица. Была и скатерти сплетала. Кот приходил к нам по-хозяйски. Обход устраивая свой. Мог развалиться где попало. Ведь он пришел к себе домой. Мурлыча нам на разный лад. Чулан пройдя и так и сяк. Глаза прищурив с важным видом. Он забирался на чердак. И там всегда сушилась рыба. И кот недаром туда прыгал. Наш дед Василий был рыбак. И котик Васька делал так. Ходил за дедушкой на речку. И завтрак был уж обеспечен. Кот рыбку ждал. А дед ловил. Потом солил, сушил, варил. Дед Вася толк в рыбалке знал. Крючки грузило делал сам. И с перышками поплавки. Я помню делал от руки. От чая в жестяных коробочках лежали разные крючочки. У деда много было удочек. Были и сети, между прочим. Вверху три комнаты и кухня. В синях оставив свои туфли. Мы шли туда, где стол, диван. И дедушка верялся нам. Учил он рисовать нас. Ёлки и месяц, кошку, самолёт. Портреты рисовал так зорко. На много-много лет вперёд. А брата в шутку звал он Рюрик. Весёлый дед был по натуре. Как много дедушка умел. Всё мастерил и песни пел. А в зале стол, я помню, круглый. С узорной скатертью ручной. А за кроватью высокой ковёр с медведями. Большой. Такой ковёр был. И скатерть. Это вот прабабушка. Получается, прабабушка моя такую вот скатерть плела. Очень красивую. Две такие скатерти было. Вот одна из них. Я как-то сильно заболела. Лежала в зале у ковра. Спина с горчичниками грела. Спина в горчичниках горела. А дед ходил вокруг стола. Считал он слух. Два с половиной. Два с четвертью. Ещё чуть-чуть. И я, конечно, дотерпела. Сейчас могу о том вздохнуть. Напротив зеркало большое. В углу старинный шифонер. А в окнах облака с рекою. И радио, и радио всё пело-пело. Была резная этажерка. Диван, цветы, фикус большой. И часто бабушка с проверкой Тетрадь клонилась головой. Там было зеркало с комодом. В углу железная кровать. Шкатулку, помню, на комоде. В ракушках вся. Вот красота. Картина чудная с фонтаном Висела на стене тогда. На кухне бабушка варила Суп вкусный в печке, в чугунке. И молоко нам приносила, Что настоялась в холодке. Пельмени, шанишки лепила. Пекла оладьи, пироги. Ведь баба с дедом нас любили. Кормили, мыли, берегли. Наш дом, что на горе, над речкой. Ты нами преданно любим. И в памяти ты будешь вечно. И в сердце нашем ты хранил. Такой дом был в Ильинском. Вот такая вот напомнила мне это солнце. В этом доме, в котором тоже в окнах светилось солнышко. Солнышко детства. Детство быстро проходит. Сегодня у брата день рождения. Хочу прочитать ему стихотворение. Мой брат. Росли с тобой мы вместе. И не сидели мы на месте. Играли, бегали, дрались. Была веселой наша жизнь. Ах, наши милые родители. Они таланты все в нас видели. Для нас купили пианино. Водили нас смотреть картины. К искусству с детства приучали. В театр водили. В хор включали. Конечно, не напрасно это. Спасибо скажем им за это. Но мы пошли своей дорогой. Сейчас у каждого семья. И мы пытаемся быть строгими. Но это ты и это я. Теперь встречаемся мы реже. Но детство наше не забыть. Всегда помочь друг другу можем. Но можем мы и пошалить. Уже два года не была в Перми. Хочется снова в этот родной город приехать. Видеть родных. Маму. Брата. Его семью. Родственников. Тетю Люду. И смотришь, когда фотографии старые. И понимаешь, что были моменты счастья. Они всегда в прошедшем времени. Очень трудно бывает ловить это счастье. И сказать, как я счастлива сейчас. А только потом начинаешь думать. Какую счастью было. Какие моменты. Когда все вместе. Счастье. Да. Такой прочитаю стихотворение. Что такое счастье. Что такое счастье. Счастье. Вот оно. Несколько страничек. Фото и кино. Радости. Моменты. Детские глаза. Смехи. Комплименты. Все это связав. Получаем счастье. Все как в сказке шло. Только это было. Было и прошло. Моменты счастья проходят. Как мы листаем книгу. Поем песню про день рождения. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить. Но зато в эти ночи весенние. Я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние. Ну почти весенние. Я могу о любви говорить. Я могу в ожидании свидания. До зари простоять под окном. И в часы предрассветные ранее. Каждый раз возвращаться пешком. Я пока что живу в общежитии. Увлекаюсь своей мечтой. Никакого не сделал открытия. Но оно несомненно за мной. Ты не думай, что я невнимательный. Что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный. Своё верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный. Своё верное сердце отдам. Такая песня, которую мы раньше пели на день рождения. И сейчас уже такая традиция. Друг другу дарить эту песню. С днём рождения, братик. Предлагаю спеть ещё вот эту песню. Сказала мать, бывает всё, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда домой придёшь в конце пути, Свои ладони Волгу опусти. А у нас там кама течёт в городе Перми. Она втекает в Волгу. Хотя она по полноводности говорит больше волки. Вот такая песня нам подходит. Издалека долго течёт река Волга. Течёт река Волга. Конца и края нет. Среди хлебов спелых, Среди снегов белых, Течёт моя Волга. А мне уж тридцать лет. Тот первый взгляд И первый плеск весла. Всё было, только речка унесла. Я не грущу о той весне былой, Взамен её твоя любовь со мной. Издалека долго течёт река Волга. Течёт река Волга. Конца и края нет. Среди хлебов спелых, Среди снегов белых, Гляжу в тебя, Волга, Седьмой десяток лет. Здесь мой причал, Здесь мои друзья. Волга. Всё без чего На свете жить нельзя. С далёких плёсов В звёздной тишине Другой мальчишка Подпевает мне. Издалека долго течёт река Волга. Течёт река Волга. Конца и края нет. Среди хлебов спелых, Среди снегов белых, Течёт моя Волга. А мне семнадцать лет. А мне семнадцать лет. Попробуем спеть вот эту песню. Она весёлая, но у меня почерк, правда, Вот я таким почерком своим написала. Разберёмся мы. Мне мама тихо говорила, Зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе, Упал на камни я без сил. К родным долинам пришёл с повинной Твой блудный сын, твой блудный сын. Мне мама тихо говорила, Зачем друзей своих покинул? Прости мне, мама, мои дороги В стране далёкой ночь длинней. В пути устала, мне не хватало Моих друзей, моих друзей. Мне мама тихо говорила, Зачем оставил ты невесту? Я знал невенчан красивых женщин, И в этом, мама, моя вина. Из жизни прежней пришёл к негрешной Сюда, где ждёт меня она. Мне мама тихо говорила, Зачем забыл родные песни? Прости мне, мама, чужие песни В чужой прекрасной стороне. Я все забыл их, одну лишь помню, Что ты когда-то пела мне. Я все забыл их, одну лишь помню, Что ты когда-то пела мне. Мне мама тихо говорила, Зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе, Упал на камни и описил. К родным долинам пришёл с повинной Твой блудный сын, твой блудный сын. Такая песня. Тоже вечереет, но ещё светло. Ещё фонари не зажглись. Хотя по времени уже вечер. Всем всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова